Первые шаги по развитию ветра в России компания «Альтрен» сделала в 2015 году. Тогда зародилась идея сформировать систему компетенций в области возобновляемой и альтернативной энергетики. Позже проект заинтересовал инвестора, благодаря чему удалось найти подходящее место для возведения ветропарка. Выбор пал на площадку вблизи села Красный Яр. Для потребителей солнечной энергии это выгодный ресурс. Для коллег с разных уголков мира – пример успешной работы. Мы же сконцентрировались после этого на развитии распределённой энергетики. Это удалённые изолированные территории труднодоступные, это микрогенерация, это генерация для собственных нужд. То есть когда любая компания может построить у себя на территории либо небольшую ветроустановку поставить, либо солнечную панель, солнечную станцию. И тогда за счёт этой электроэнергии, вырабатываемой на этой генерации, будет происходить замещение электроэнергии в сети. Это один из сотни проектов, реализованных при поддержке Ульяновского наноцентра. Площадка для двигателей «Прогресса региона» появилась в 2013 году. Она стала второй в России и открыла возможность развивать технологический бизнес. Итоги работы резиденты дома-изобретателей символично подвели в день рождения УЛ «Нанотек». В общей сложности порядка 700 миллионов с лишним налогов было уплачено только в наш региональный бюджет. Порядка 80 было проектов запущено. Ну, соответственно, сейчас они в стадии развития различной находятся. Четыре вот успешные вышли, а остальные в стадии развития там наноцентр продолжает присутствовать. Один из успешных проектов связан с созданием малых архитектурных форм в жилом комплексе «Аквамарин» и набережной популярного торгового центра. Лавочки, летняя сцена и прочие элементы инфраструктуры – плоды труда сразу нескольких компаний, одна из которых выступила автором уникальных технологий. В жилом комплексе «Аквамарин» были применены технические решения компании «Скайхаус». Заключается именно в том, что они использовали свои для производства малых архитектурных форм, лавок, вазонов, структурированную термодифицированную древесину и высокорочный бетон. Данные технологии запатентованы в компании и больше нигде не имеют аналогов. Сверхпрочную долговечную древесину для проекта предоставили коллеги из компании «Дремвуд». Ее возможности презентовали главе региона. Алексей Русских, в свою очередь, отметил потенциал всех резидентов наноцентра. Со слов губернатора, останавливаться рано, а впереди новые разработки. Создание центра стало заметным событием в жизни региона, определило одно из важнейших направлений развития науки и стратегических отраслей экономики, организовало работу по созданию инновационной среды для продвижения современного высокотехнологичного предпринимательства. Лучшие в своем деле получили награды от первого лица региона, благодарственные письма и памятные подарки. Александра Никитина и Олег Тончин. Управда. ТВ.